Конференцию по кардиологии открыла Наталья Мажоровская, заместитель главного врача по лечебной части. Она поприветствовала всех собравшихся и представила гостю конференции. Внештатного кардиолога Минздрава Московской области, профессора кафедры профилактической и неотложной кардиологии Университета имени Сеченова, доктора медицинских наук Марию Глэзер. Во-первых, я приехал в сосудистый центр. Это один из 12 центров Московской области. Очень хорошие, с хорошими результатами. И второе, мы собрали врачей для того, чтобы их ознакомить с новыми какими-то положениями по лечению больных. И в основном сконцентрируемся сегодня на пациентах высокого риска, потому что очень многое изменилось в лечении, в показаниях. У нас сейчас закуплены в области новые лекарственные препараты, которые позволяют существенно улучшить прогнозы у этих больных. И второе, у нас большая губернаторская программа по открытию кабинетов для больных с сердечной недостаточностью. Это самая тяжелая категория больных. В Дмитрове открывается такой кабинет. Мы сегодня будем выбирать, какие больные туда должны поступать, как они должны наблюдаться, какие современные рекомендации по лечению, как они должны соблюдаться с тем, чтобы улучшить оказание помощи этим больным и снизить смертность, конечно, потому что она очень высокая в этих пациентах. Еще в начале конференции Мария Глезер отметила, что ей приятно видеть полный зал врачей различных специальностей, так как информация, которую она преподнесла, важна не только кардиологам. В зале присутствовали врачи общей практики, терапевты, заведующие отделений, сосудистые хирурги и фельдшеры амбулаторий Дмитровского округа. Помимо новых стандартов лечения, главный кардиолог Подмосковья рассказала о современных лекарственных препаратах, обозначив их как прорывные технологии. За последние 25 лет созданы новые лекарственные препараты и для лечения больных с сердечной недостаточностью, и для больных с атеросклерозом, и для больных с мерцательной аритмией, как профилактика инсультов. И врачи должны об этом знать и широко их применять. Самое главное, что в области есть возможность назначать бесплатно эти лекарственные препараты. По мнению Марии Глейзер, внештатного кардиолога Минздрава Московской области, подобной конференции – это всегда наиболее быстрое внедрение в работу врачей всех лучших медицинских практик. Живой разговор, в рамках которого можно задать вопрос, уточнить, если что-то непонятно, или же услышать реальный пример. Это всегда эффективнее, нежели просто прочесть то же самое в брошюре.